Березель Березель со всей своей труппой, как лучший украинский театр, переводит из Киева в Харьков, в то время столицу Украинской Республики. Еще в Киеве судьба сходит Александра Курбуса, 19-летней студенткой балетной студии Валентины Чистяковой. Ему 32, он известный режиссер, уже народный артист Украины, и она, недавняя московская гимназистка. Их союз был освящен в Андреевской церкви. К тому времени он уже пережил глубокую личную драму, стрелялся из-за неразделенной любви. Его современники вспоминали, что после ареста в 1933-м и обвинения его в участии в террористической организации, они недоумевали. Лей Степанович был совершенно не агрессивным человеком, стрелявшим, наверное, единственный раз, да и то из бутафорского пистолета. И он, значит, в реквизиторском цехе берет этот пистолетик, ставит его себе в сердце и стреляет. Пулька, хотя и маленькая, и слабенькая, но она пробивает грудную клетку и застает прямо в сердце. Лей Степанович сказал, говорит, сердце трогать не будем, выживет, выживет, не выживет, так тому и быть. И он выживет. Пуля прижилась в сердце, она заросла. И он, в общем-то, до, известно, до 1937 года, жил с пулей в сердце. Человек с пулей в сердце от неразделенной любви, но, к сожалению, другой пулей ему не суждено было избежать. Тогда же в Харькове Чистякову и Курбуса ждали 7 лет счастливой творческой жизни, спектакли, репетиции, премьеры. Мерезиль от самого названия этого нового творческого объединения веяла романтикой и лиризмом. Прямо на углу театра расположилась кофейня «Пока». Там зависала вся березильская молодежь. В ней любил выпить кавы, лить курбас. Сочетание рюмка белого вина и черный кофе – это по-курбасовски. Труппы театра расширялась, пополнялась новыми актерами. Роман Черкашин и Юлия Фомина после московской театральной студии Завадского пришли работать в Березиль и навсегда влюбились в его руководителя. Им восхищались все. Изысканность, чувство юмора и талант делали его кумиром. По рассказам Романа Черкашина, курбаса воспринимали как святого в театре. Его, насколько я помню, рассказы любили, страшно любили и боялись в той же степени. Рассказывала бабушка, что когда они пришли, я сейчас не помню название спектакля, но он был посвящен революции 1905 года. Ей дали роль горничной, бессловесная роль. Она должна была идти за барыней и нести там сумки. Один проход, в общем, в массовке. И курбас остановил на два часа репетицию, и два часа весь коллектив, а занят был весь коллектив, стоял, и он с ней репетировал эту проходку. Улица Культуры 9, последний харьковский адрес леса Курбаса. Здесь, в Доме Слова, под самой крышей была его небольшая квартира. Тогда здесь жила вся элита украинской культуры. Кулиш, Хвалевый, еще десятки людей, причастных к украинскому культурному возрождению начала 30-х. Большинство из них были репрессированы. Тогда в Харькове горько шутили. Зачем писать доносы и производить аресты? Надо просто навесить на окна дома по Культуры 9 решетки. О страшной истории дома напоминала небольшая мемориальная доска. Около двух лет назад она исчезла. Кима, когда была демонтирована, не знает никто. Тогда же все, кто жил в этом доме, было крылем великой идеей революции. В 20-е годы пришла революция. Вообще, социалистическая идея, она живучая, она и, собственно, и по сей день жива. Ну и тогда коммунисты, в общем-то, очень жестоко их купили. Жестоко их купили на новом искусстве. Они им предложили новую форму искусства. Они купили их на независимости Украины. Купили. В общем, они обещали, что Украина будет независима. Тут же в 18-м году товарищ Ленин по Брестскому миру отдал половину Украины полякам с немцами. А потом уже добил всю эту идею товарищ Сталин, что они до определенной степени наивно купились на эту утку. За что, в общем, заплатили достаточно большой ценой. Последний спектакль Леся Курбаса Маклен и Грасс по пьесе Макола Кулеша прошел 5 октября 1933 года. В тот же день поздно вечером состоялась коллегия Нарком Проса, где постановили снять Курбаса с работы художественного руководителя театра главное обвинение позиции украинского националиста. Курбас уезжает в Москву, не оставив адреса. Приютил его другой, впоследствии уничтоженный советами режиссер Соломон Михайлс. 25 декабря 1933 года в Москве Курбас был арестован и объявлен врагом народа. Дальше были Соловки, но и там жизнь не остановилась. В Соловецком лагере Лесь Курбас выпускает 6 спектаклей. Его актерами стали такие же заключенные, как и он сам. Там на него написали донос, и его лишили права постановки спектакля, ужесточили режим и, в общем-то, он лишился последней связи с окружающим миром. В музее нашего театра есть очень редкая вещь. Это роль актера, тоже бирзильца, который тоже был репрессирован и сидел вместе с Курбасом. Он участвовал в одном из спектаклей, который оставил Курбас на Соловках, «Интервенция Славина». И вот эта роль, переписанная от руки, очень ценная, которая чудом сохранилась с 1934 года. Короткие письма из Харькова и надежда на возвращение. В 1937 году писать стало некому. Вознаминование 20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции расстрелять врагов народа, и там было больше тысячи человек. Театр Бирзиль в 1934 году в связи с 120-летием со дня рождения Тараса Шевченко был переименован и стал носить имя Кобзаря. А через год фигуры березильцев появляются в центре города. Им при жизни поставил памятник скульптор Манизер, пригласив позировать их для монумента Шевченко. В образе Катерины на первом плане памятника навечно осталась Валентина Чистякова, жена изменника родины, врага народа, человека, имя которого нельзя было произносить вслух. Окружают Кобзаря Бирзильцы, актеры Леси Курбаса, впоследствии народный артист СССР, Ужвей Бучма, Марьяненко, Сердюк. Последние годы жизни Валентина Николаевна Чистякова живет здесь, на улице Гершмана. До конца жизни она отказывается делиться своими воспоминаниями о Курбасе. «Если честно обо всем писать, – говорит Чистякова, – я должна проклинать советскую власть. Таких воспоминаний не напечатают». Валентина Чистяковой не стала в 1984 году. Так, не узнав правды о гибели мужа, она не дожила до того времени, когда была установлена точная дата смерти и место расстрела. В начале 90-х на 13-м городском кладбище на могиле народной артистки Украины Валентины Чистяковой был создан пантеон семьи Леся Курбаса. Сюда перенесли прах матери режиссера. Тут же установлена урна с землей из Соловков, в которой нашла последний свой приют, его мятежная душа. Елена Григорьева, Александр Смирнов, Николай Ищиров, Постфакту.